Аллилуйя Господь! Вот как раз то, с чего начался разговор. Он начался с того, что Иисус вошел в Юрикон, и там Закхей поднялся на Смоковнице. Смотрите, сколько раз повторяется это название Смоковнице. К чему бы это? На самом деле в Израиле существует два дерева, которые невозможно уничтожить фактически. То есть одно дерево – это Смоковница, а второе дерево – это маслина, олива. То есть есть вот два таких дерева. Что вы с ним и не делали? Даже если мы срубим ствол у Смоковницы, рядом вырастет следующий от того же корня. Слово Смоковница, когда, я считаю, ну это мое откровение, которое я получил, когда Закхей залез именно на Смоковницу. Почему бы он не залез, там, скажем, на камень или там еще на что-нибудь, именно на Смоковницу? Смоковница – это то, что имеет крепкий корень, это то, что имеет вечную жизнь. И для нас Смоковница, на которую мы должны залезть, каждый из нас, что встрет Иисуса – это Слово Божье. Потому что это есть самый крепкий корень, прочнее его нет ничего. Здесь от начала и до конца слова истины, когда они начинают касаться людей, когда человек сталкивается со Словом Божьим, а не со Словом человеческим, он начинает ощущать Божье присутствие. Хотим мы это или не хотим, потому что через Слово Божье действует Дух Святой. И Господь говорит нам в Слове, Иисус говорит, что все, что не попросите, это такое обетование, все, что не попросите, все дано вам. Потому что в Симодальнем переводе написано и будет дано, но на греческом языке написано, что дано, то есть оно уже есть, все создано, нам ни о чем не надо беспокоиться, все уже есть, все дано. Нам просто нужно это получить, нужно знать, где это получить, получить это можно в молитве. И самое главное, что помнить, что это есть корень, это то, на чем держится вся наша жизнь. И я хочу сейчас, прямо сейчас провозгласить на вас дар Святого Духа, чтобы он сошел, прямо вы были крещены именно даром веры. Потому что если мы верим в обетование Господне, если мы верим в то, что это Слово истина, то все, что мы не попросим, дано нам будет. И я хочу сейчас, чтобы мы прочитали опять же из Первого Колинфянам один стих всего-навсего. Здесь написано, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все наполнены одним Духом. То есть, если сейчас вы слышали какие-то свидетельства Евгения, Сергея, Виктории о том, что Дух Божий действовал через них на других людей, и люди исцелялись, люди получали освобождение, люди спасались, это значит, что тот же Дух будет действовать и через вас. Вам нужно просто верой принять вот эту смоковницу, этот глубокий, жесткий корень, который невозможно просто уничтожить. Он всегда будет существовать. Да, да, аллилуйя и... Давай помолимся, да. Отец Небесный, мы провозглашаем сейчас над теми людьми, которые желают принять Духа Святого. Мы молимся Господь с ними сейчас. Господи, Ты знаешь, где они находятся. Просто закройте глаза, поднимите руки и откройте сейчас, и скажите со мной. Дорогой Господь, я принимаю Духа Святого. Я прошу Тебя, крести меня силой Твоей, помазанием Твоим, Духом Твоим. Отец Небесный, я молюсь за тех людей, кто произнесли эти слова, чтобы сила Твоя, помазание, как в тот день, когда Ты крестил меня Духом Святым. Боже, я молюсь Тебе, чтобы Ты крестил сейчас моих драгоценных братьев и сестер, и чтобы Ты пришел силой Твоей, осенил их, Господи, наполнил их во имя Господа Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, и знаю, что Ты наделяешь их своими дарами, своими благословениями. Господи, я благодарю Тебя, Господь, что Ты поднимаешь внутренних желания, Господь, и рвения, и ревность по Тебе, по Слову Твоему, по помазанию и дарам Твоим во имя Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за запечатление Духом Святым Твоих детей, Господь. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя. придаем твоей благодати и спасибо тебе за действие твое для каждого во имя иисуса христа аллилуйя я хочу еще раз напомнить вам что господь не призывает вас прямо вот вот если у вас сердце трепет если вы еще не пережили этот особый мир особо помазание с богом мог не хочет чтобы вы ложились скажем телом на на все образуры которые есть вокруг вашей жизни самое главное что вы должны сделать чего бог ожидает от вас чтобы вы пришли вот в это тесное взаимоотношение с иисусом христом с духом святым чтобы вы достигли вот это момента поклонения момента поклонения которым говорил евгений которым говорил авель чтобы вы просто начали поклоняться ему знаете я слышала замечательное свидетельство тоже от от брата во христе филиппа ренера который рассказывал о том что прямо перед началом поклонения жена позвонила ему как раз по пути в больницу и и ребенку вызванный врач сказал что ребенок практически при смерти малышка там по моему по двух лет было девочки совсем крошечная и и это был такой удар на самом деле вот перед началом поклонения потому что он ничего не мог сделать как отец он даже не мог бросить собрание чтобы приехать быть ребенком и он тогда просто сказал я буду поклоняться изо всех сил и и он действительно как бы прошел преодоление вот упреки дьявола в том что ты лжец как ты можешь поклоняться когда ты ты когда твой ребенок при смерти как ты можешь поклоняться но он отбросил эти мысли он прорвался действительно в поклонении богу так что он забыл обо всем кроме бога он славил его всей силой вообще как говорится в писании и и душой и духом и всей крепостью своей так что он действительно потерялся в этом поклонении и буквально когда поклонение закончилось его жена позвонила ему еще раз и она москва знаешь произошло чудо мы приехали в больницу ребенок бегает ребенок играет и врачи видят что с ней с ней все все в порядке и это просто прямо противоположная картина тому что было с ребенком буквально какое-то время назад написано что хуала это оружие которое делаем врага мстителю это ключ конечно поэтому я призываю вас при просто прийти к богу и мы молимся вместе с вами и мы молимся за те нужды которые приходят к нам и я хочу сказать что мы стоим вместе с вами и молитвенные центры тоже поддерживают вас в среду в 7 часов вечера вас ждет также молитвенный эфир где мы отвечаем на вопросы где мы молимся вместе с вами и есть множество нужных вопросов которые нужно осветить чтобы знать правильные принципы как молиться какие обетования просто востребовать и стоять на них и господь желает чтобы вы были благословлены во всем и добро чтобы вы были действительно благословлены так чтобы могли благословлять других это прямой эфир из израиля из иерусалима сила воскресения и сила духа святого дана всем нам и мы благословляем вас будьте партнерами телеканала благих новостей потому что я верю что вместе мы силой божьей можем изменить мир